МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сменила вектор и привела его на скамью подсудимых. На этой неделе по делу Забинкова начались судебные слушания. Те, кто пришел его поддержать, вынуждены, как не участники этого процесса, и из-за карантина находиться вне судебных коридоров и вновь вспоминать тот роковой день. 2 мая 2020 года сюда, в дом Александра Забинкова, в селе Михайловское Калининского района, собрались гости. Повод – день рождения супруги Александра Марины. Майский выходной располагает к отдыху. Пришли самые близкие – семьями с детьми. Взрослые организовали стол в саду, а детям для отдыха собрали батут. На соседнем поле паслись козы. Стадо козы с 30 голов. Собака, естественно, у нее инстинкт, она начала лаять. Ничего она козам не сделала. Собаку загнали обратно во двор. Все продолжали отдыхать во дворе. Калитка была закрыта. После этого, может быть, полчаса спустя, к нам пришла наша соседка, хозяйка коз, и начала кричать на нас. Вы что, на моих коз собаку натравливаете? Да что вы думаете, у меня заступников нет? Все мои козы, каждая стоит 25 тысяч рублей. Да я сейчас сыну позвоню, и все. Вот в этом роде она просто кричала. В пылу гнева хозяйка коз высказалась соседям. И у меня защита найдется. Позвоню сыну, он разберется. Ближе к 9 вечера, когда часть гостей уже разошлась, к дому Забенкова подъехала машина. Из нее вышли несколько мужчин. Четверо мужчин, незнакомых нам, все с бородами согрометными. И просто у каждого из них была палка в руке, и они бегут. Они меня прямо в калитку отшвырнули, я ударилась рукой на железный забор. И все, они тут же начали наносить удары. У моего мужа был ребенок на руках, наша дочь. Они, несмотря на это, продолжали колотить его. Он спрятался, такая у нас железная конструкция для выбивания ковров. И он за эту штуку спрятался. Они махали так, что у него даже кепка слетела, как он успевал только отворачиваться. Они били его, несмотря на то, что у него был ребенок. Дочери Александра и Марины три годика. На месте трагедии была еще одна маленькая девочка. Пятилетняя дочь друга Забинкова, Михаила. Сразу заходили с намерением бить. Спросил, где Васильев, ты Васильев. Хотя он меня знает с детства. И все, начали бить. Ворвавшиеся к семье Забинкова люди били остервенело. Марина утверждает, только для этого и приехали. Намерения спокойно поговорить и выяснить сложившуюся ситуацию у незваных гостей явно не было. Они бежали с палками. Зачем они с палками хотели поговорить? Я вот этого не пойму. Все происходило стремительно. Увидев, что окровавленный Михаил лежит на земле и не подает признаков жизни, Александр машинально схватился за нож. Нужно было срочно защищать жену и ребенка. Он нанес удары в тот момент, когда лежал Миша, истекал кровью. И он думал, что Миша мертв. Я стою с ребенком над Мишей, пытаюсь загородить его от ударов. Кричу, остановитесь, у меня ребенок на руках. И они продолжают его колотить. И вот в этот момент, вот в этой темноте, которая была, уже было, ну, смеркалось, темно было. И он вот все по кругу, вот как они вокруг Миши все стояли, он по кругу всех порезал. И потом они все побежали. Двое село в машину, один упал у калитки. Они еще сколько-то метров проехали от забора, и уже машины остановились. Александр сам позвонил в полицию. Сказал, убил троих человек. Как позже мы выяснили от следствия, один из убитых – сын хозяйки Кос. Двое других – его друзья, уроженец Дагестана и гражданин Украины. По нашим данным, Василий Петров, Мирослав Ордынский и Гаджи Турач-Магомедов были тем вечером пьяны. В Михайловское приехали на машине из Подмосковья. За рулем находилась беременная подруга Петрова. Вскоре дома жителей села Михайловское осветили фары полицейских машин. Забенкова задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 30-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Началось следствие. 30-летний житель поселка Михайловского района органами следствия обвиняется в совершении убийства двух и более лиц. А именно в том, что 2 мая 2020 года из личных неприятных отношений, в результате ссоры и причине телесных повреждений его близким и родственникам возник умысел на убийство трех гостей, зашедших самовольно на его участок. И поочередно он им причинил множественные ножевые ранения, повлевших смерть на месте происшествия. Обвинение Забенкова в умышленном убийстве шокировало его родных и друзей. Как может человек, у которого все в жизни в порядке, у которого семья растет, маленькая дочь, родители, им всем нужна помощь, нужна поддержка. И все у человека в принципе хорошо в жизни. И тут он умышленно взял по их словам и все это целенаправленно сделал. Но это уже ни в какие рамки не лезет и наши законодатели. Вы видели когда-нибудь, чтобы он как-то распускал руки, был не сдержан? Нет. Человек собранный, всегда отвечает своей поступке. Мы надеемся только на то, что во всем разберутся. И, конечно же, ну хотя бы, чтобы поменяли нам статью на превышение самообороны. Наша позиция единая. И до конца мы говорим о том, что он осуществлял защиту себя, своей жены, детей, своих гостей, которые были на дне рождения у его жены. И не имел ни умысла причинять кому-либо смерть, ни мотива на причинение смерти. У него не было конфликта ни с кем, ни с приехавшими, ни с потерпевшей Федяевой. Потерпевшая Светлана Федяева на этот раз общаться с нами не захотела. Я не хочу ничего сказать. Адвокат Федяевой Элина Воросткевич сказала, с квалификацией дела предварительным следствием ее подзащитная согласна. Ваша позиция здесь? Мы полагаем, что органами предварительного следствия была вменена и правильная квалификация определена. Соответственно, сказать что-то более подробно относительно своей позиции по защите и по представлению доказательств, к сожалению, наверное, пока не сможем, потому что судебное следствие только начинается. и предрешать его судьбу, и раскрывать свои доказательства по делу, которые мы будем представлять, наверное, будет не совсем верным и правильным в настоящее время. Он заступался, защищал. Он просто видел, что я, может быть, бессознанен, или меня уже, грубо говоря, убили. И он, дети, женщины, сотрудник полиции был. Она кричала даже, что, ну, как бы, зачем? Я сотрудник полиции, им без разницы было. Им было без разницы. Они пришли незваными и пришли с явной агрессией. Как по-мужски должен был отреагировать на эту угрозу глава семьи? Защищать. Прежде всего, своих близких, жену и дочку. На раздумья не было времени. Случилось так, как случилось. Мы сочувствуем Светлане Федяевой, потерявшей своего сына. Мы сопереживаем другим потерпевшим в этой кровавой драме. Убиты молодые мужчины. Но ведь их в этот дом никто не звал. Они хотели все вопросы решить силой и получили зеркальный ответ. Да, это самооборона. Я тоже так считаю. Мне родственники говорят, что очень многим людям это не безразличная ситуация. Хотел бы сказать всем, кто оказывает поддержку, и семье привет передать. Скажите, почему вы отказались от суда присяжных? Ну, я считаю, это чисто юридический спор. Это либо самооборона, либо умышленное убийство. То есть не вижу смысла с улюбрисяжных. Тех, кто убит, не вернешь. А вот судьба Забенкова под большим вопросом. Вменяемая ему статья Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Всю жизнь этот молодой человек может провести в неволе. Вот как круто изменилась его жизнь 2 мая 2020 года. Но еще не все потеряно. Страной защиты на судебной стадии высказывалась версия о превышении пределов необходимой обороны. И данная версия, безусловно, подлежит проверке в ходе судебного разбирательства. Трагедия в Михайловском продолжает собой целый ряд подобных криминальных историй на территории всей России. И подобное может случиться в любую минуту с каждым из нас. Важнейшим конституционным правом человека и гражданина является право на неприкосновенность жилища. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Иначе, как в случае, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. За незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, предусмотрена ответственность. Судебная практика показывает значительный рост числа лиц, осужденных за совершение таких преступлений. А что, если дело обернется таким кровавым исходом, как в Михайловском, как в других городах и селениях России? Эти кровавые последствия защиты нашего конституционного права тоже должны быть учтены законом. Мы следим за ходом событий.